А перед просмотром этого видео я хотел бы пригласить вас на сервер Ру Арк Эмпайр. На нём вы найдёте карту Остров, серые ты на приручении, опыты, собирание ресурсов Х5, скорость прокачки статистик у игроков и динозавров увеличен вдвое, а также отзывчивую администрацию, которая выдаст вам подарки для начинающих. Ссылки на группу ВКонтакте и IP-серверы в описании и комментариях под видео. Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Музлов Плей, и мы здесь с ребятами из Трайба отправились поискать новое место для нашей базы, заодно сделаем облёт карты, посмотрим, где какие базы присутствуют, может быть, сейчас кого-нибудь как раз и увидим интересного, посмотрим, кто насколько развился, посмотрим, есть ли свободны вообще места на острове, заодно и вы увидите, может быть, какое-нибудь ваше любимое место было занято, и вы не придёте, а может, наоборот, оно свободное, вы сразу придёте на сервер и будете здесь играть, не знаю, присоединяйтесь, если хотите, соответственно, играем мы на сервере Sparta, arcworld.ru, все ссылочки в описании под видео, в общем, тут даже проблема не в том, что у нас, как бы, неровность ландшафта нам мешает, потому что здесь есть структуры плюс, и структуры плюс, они нам очень сильно помогают, потому что можно утапливать куда хочешь, хоть в камень, хоть куда, твои фундаменты, стены, очень-очень отличный мод. Там есть другая проблема, у нас рядом очень мало камней, у нас очень мало ресурсов, то есть до металла довольно-таки далеко, металла там относительно, ну, то есть мало, на самом деле, для постройки базы не годится максимум сделать какие-нибудь инструменты. Соответственно, сейчас будем летать, искать около гор какие-нибудь интересные места, может быть, что-то найдём, сейчас летаем на восточное побережье, посмотрим, что там есть, потому что, я помню, раньше в прошлых выживаниях мы там ставили свои базы, вроде было более-менее, сейчас посмотрим, может быть, где-нибудь какое-нибудь интересное место свободное. Так, восточное побережье рядом с новой пещерой, где спруты заняты империей. Здесь у нас ещё одна база, здесь, я помню, на хардкоре выживал, здесь тоже особо не поселишься, потому что у ребят уже, как я вижу, металлические шипы, вон, они даже уже во всё там добывают, камни разлетаются. Ага, вон они на Кенцеле, там добывают, походу, металл. Ой-ой, у меня выносливость кончилась. Идём на посадку отдыхать, надеюсь, у них сейчас здесь нет органики или чё-то типа того. Привет-привет-привет, у нас просто кончилась выносливость, мы здесь приземлились немножко отдохнуть, сейчас полетим дальше. Никаких проблем, сейчас отдохнём и полетим вперёд. Окей, полетели, посмотрим, показывай дорогу. Вот здесь озеро у нас такое классное, здесь рыбу можно ловить, но здесь тоже стоит база, очень обидно. Здесь сидит у нас торговая гильдия, здесь мы с вами не поселимся. Летим дальше, продолжаем осматривать остров. Итак, мы летали примерно где-то час. В итоге я решил, что лучше всего будет построиться где-нибудь вот здесь, в этой бухте, потому что здесь практически нету домов. Здесь, конечно, респаун новых игроков, поэтому мы будем стараться не застраивать это место наглухо, то есть здесь не будет гигантских ворот, не будет у нас, так это чисто чей-то просто фундамент, не будет у нас здесь никаких турелек. Наверное, построимся вот там, впереди на холме где-нибудь, основную базу поставим там, вот там-то как раз будут турельки. А вот здесь внизу на побережье мы никакие турельки ставить не будем, и здесь как раз на этом побережье будет очень классно поставить именно вот, ну, я не знаю, деревню подписчиков, если кто-то захочет. То есть я никого не заставляю это делать, это чисто по желанию. Ходите, присоединяйтесь, стройте, и, соответственно, здесь мы вот, скорее всего, в этом месте будем строиться. Сейчас я его немножко, так скажем, застолблю, поставлю здесь свой фундамент, потому что во всех остальных местах есть проблемы, либо с камнями, либо с доступом к металлу. Здесь, конечно, проблемы с доступом к металлу тоже будут, но, думаю, Кецель нам эту проблему решит. Ах ты, блин, ну как я не люблю делофазавриков за эти их плевки, вот, и ни черта не видно после этого. Куда вот он сейчас делся? Вот он. Отлично, всё, забили. Всё, сейчас, наверное, мы будем спокойненько собирать свою базу. Благо, вот эти пистолеты из мода структуры плюс позволяют её просто собрать. Погрузим на плоты, и на плотах будем переселяться сюда. Нам, скорее всего, придётся застроить несколько плотов, и на этих плотах привезти сюда всех наших динозавров. Сейчас это будем делать. Сейчас скажу об этом, обо всём ребятам. Соответственно, продолжим уже, когда мы сюда поплывём. Мы практически всё перевезли, но у нас один из наших плотов, на котором самое-самое-самое главное, это наш Дедекурус и наш Бобёр застряли, и не могут выбраться с камней. Сейчас мы с Форулом отправились на плоте ловушки за ними. Надеюсь, сейчас как-нибудь получится их быстренько вместе состыковать, или, я не знаю, что-нибудь там пристроим, как-нибудь соединим их и перетащим с одного плота на другой. И Бобра, и Дедекуруса. Надеюсь, что всё будет в порядке, это легко у нас получится. Вон, я уже вижу, появился у нас на горизонте плот. У меня постоянно очень много вопросов в чате задают, поэтому приходится отвечать. Но сейчас мы быстренько нашу животинку оттуда вытащим. Давайте сейчас, знаете что, попробуем пристроить с одного плота на другую платформочку. Одно буквально перекрытие. Да, я думаю, что у нас всё получится. Есть. Олени мы перевели. Диморфодончик тоже с нами. Листозаврик тоже с нами. Сейчас Форл переведёт сюда всех наших Дилофазавриков, и наш такой огромный переезд будет завершён. Я... У меня не получилось, так сказать, записать весь переезд, потому что нас попросили убрать один из фундаментов, который мы до этого ставили. Он оказался рядом с базой другого Трайба, но они нас попросили его оттуда убрать. И я, в общем, полетел убирать, а ребята начали переезжать сюда. Соответственно, большую часть они уже сами перенесли. Мы там поставили платформу. Как сказать, не платформу, фундамент уже начали строить. Из тех фундаментов, которые у нас были, там, конечно, появилась небольшая проблема в том, что фундамент был не S+, а фундаменты, точнее, обычные, не модовские. Соответственно, они просто ставятся, но мы там дополнительно поставим S+, фундаменты. Я вам это чуть-чуть позднее покажу. Так, этот плод мы просто разрушаем, и все пристройки, которые на нём, потому что деревянные постройки вот эти все нам не нужны. Ну, нам как раз с них будут нужны ресурсы. И сейчас поплывём обратно. Сам плотик мы решили не разрушать, пригодится. Потому что, ну, как сказать, за него мы ресурсов даже половину не вернём, он просто утонет и всё, поэтому решили просто его забрать с собой. Всё с него сломали. Потом, если кому-то что-то нужно будет, тот на нём что-нибудь своё построит. Теперь можно спокойно уже плыть обратно. Вообще, представляете, красиво будет, если вот в этой вот... Я даже не знаю, как это назвать, лагуне, да? Наверное, лагуны это назвать можно. Всё побережье застроить домиками. И вот так вот ночью сюда вплываешь, а здесь всё в домиках, в домиках свет горит. Красиво. Я не знаю, как жизнь бурлит, люди живут, игроки. Это было бы прикольно. Я не знаю, это, конечно, утопия, но вряд ли получится это всё сделать. Но если, ребята, я не знаю, мне в этом воплощении моей идеи помогут, было бы просто замечательно. Но это, конечно, естественно, всё абсолютно по желанию. Никакой обязаловки нет. И да, для тех, кто не знает, я, конечно же, хотел показать, что такое S-модовские постройки. То есть, когда мы выучиваем какой-то обычный инграмм, нам становится доступен точно такой же инграмм, только S+. И, соответственно, строить, потом уже изготавливать, нужно вот эти именно S-плюс вещи, потому что именно их можно вот утапливать в землю, строить как-то очень удобно. Обычные так делать нельзя. С ними этого не сделать. Можно даже поставить фундамент на фундамент. Если не ошибаюсь, тут только один так можно сделать. второй фундамент уже не даст. То есть, в три фундамента высоту уже не будет сделано, только вот два. Чтобы, вот, например, если где-то какая-то очень большая неровность, чтобы там можно было вот таким образом выровнять. И у нас с ребятами сейчас основная задача, это, конечно, сбор ресурсов, сбор камня, соломы. Соответственно, я надеюсь, что они мне в этом помогут, но я, собственно говоря, их уже об этом попросил. Сейчас будем строить с ними базу. Так, у меня что-то... У меня очень серьезный перегруз. И да, я абсолютно забыл сказать, о чем как раз я летал поговорить со спасателями. Здесь есть такой Трайб. Ну, они, в принципе, неплохо развиты, но там у них Рексы и прочее, прочее, прочее. Довольно-таки большую базу строят. Ребята очень активно играют. Соответственно, глава Трайба спасателей предложил всех наших более, так скажем, возрастных членов Трайба принять к себе более-менее адекватных, так скажем. Он там будет сам производить отбор довольно-таки жесткий. То есть, у них в Трайбе все работают. Ну, в принципе, то же самое, что я и своим ребятам говорил, что работать должны все, а не то, что кто-то один, типа, дурака валяет, не знаю, теряет кеца или тираннозавров, теряет птеров, а все остальные только приручают, да? То есть, такого быть не должно. Должна быть какая-то ответственность. Потерял, пошел, приручил нового, как минимум, да? Естественно, там тоже такая же система. И я, в принципе, с ними абсолютно согласен в том, чтобы вот желательно взять как раз более возрастных ребят и перевести их в тот Трайб. Почему? Потому что я прекрасно понимаю, что людям, кому за 20 далеко или там просто 20 лет, им будет не очень комфортно играть с ребятами, которым 12 лет, потому что, ну, просто разница в возрасте, разница в интересах. Соответственно, попытаемся, наверное, сделать так, что более взрастные ребята перейдут в спасатели, более те, более молодые наши члены Трайба останутся здесь в Peace and Love and Zombies. И в будущем, если еще у нас будет Трайб 30 человек, а он уже 30 человек, то есть дальше мы принимать в этот Трайб никого не будем. Все те, кто новый захочет вступить, им придется собирать, наверное, новый Трайб, выбрать себе лидера какого-нибудь. Я даже не знаю, может быть, со мной в ВКонтакте как-то списаться и сказать, что вот мы хотим создать новый Трайб и будем как бы в вашем альянсе. Соответственно, да, тогда у нас будет еще один какой-то Трайб, потому что людей очень много и больше 30 людей в Трайбе. Это перебор. Ребятам еще нужно как бы с друг другом найти общий язык, научиться вместе играть. А дальше мы сейчас будем строить в основном базу. Это такой более, знаете, информативный выпуск, то есть я в нем рассказываю, что у нас здесь происходит. Здесь не будет, не будет большого количества экшена, в основном будет информация, информация, информация. Итак, уже у нас начался частичный переход в Трайб спасателей. Ребят, Смузи перешла, я думаю, Форал перейдет, еще какие-то ребята перейдут туда. Так, сейчас нам Смузи помогает, она взяла у спасателей Кецеля, они одолжили, и помогает, как раз принесла нам нового Анкила, потому что старого Анкила у нас там случайно абсолютно потеряли. Ну, господи, Терезинозавры, напали Терезинозавры, спасти не смогли. Давай, 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 если справишься, все у тебя получится. Ты куда его потащил, отпускай давай. Бросай его, давай, бросай. Да вы бы отошли, лучше бы. Так, ребят, разошлись все, давайте. Все в сторонку, никто рядом с Анкила не стоит, не мешайте. Давайте, за кем эта свинья следует? Прекращайте. Уберите ее в сторонку. Не надо никого высвистывать, отклоните в сторону динозавров, не мешайте подцепить, пожалуйста, Анкила, ребят. Блин, кошмар, он все время пытается убежать. Но с другой стороны, сейчас смузи, он убежит подальше и там ты его спокойно выцепишь. Серьезно? Всех, кроме него, могу вытащить. Все будет в порядке, сейчас выцепишь его, выцепишь. Вот он, как раз у нас в сторону отошел, давай, цепляй его. Есть, шикарно. И давай в ловушку. И давай его к нам сюда. Блин, какие же кецы все-таки огромные, а? Попало? Что там творится такое? Не на меня же, господи. Да, что он зацепляет? Зараза. Зараза, меня чуть не раздавил. Давай еще разик, все будет хорошо. Да за кем эта долбанная свинья следует? Вы можете эту свинью убрать с... отцвистеть, чтобы она больше не следовала за вами? Что за дела, ребята? Я уже второй раз ее убираю. За кем она следует? Стоять, стоять, стоять. Что, попала? Молодец, отлично, просто супер, спасибо большое, смузи, спасибо огромное. Это было весело. ребят, сейчас быстренько его вырубаем, только все подряд, пожалуйста, не стреляйте. У кого есть транквилизирующие стрелы, с тех стреляем. Но не все. Но не все. Не спешите. Видите, что кто-то стреляет? Не стреляйте. Ребят, только не спешите, чтобы его нафиг не убить. Да за кем же эта свинья -то долбанная стреляет постоянно? Вот, пускай Додо-киллер стреляет, да, пускай Додо-киллер стреляет, все остальные, стойте ждем. Потому что иначе мы его все с вами завалим и все, у нас еще одного анкила нам с вами не принесут. Давайте пока вот на свиньи что-ли покатаемся, господи. Стой здесь. Так, у меня уже получается 61 уровень. Замечательно. Нужно, конечно, 80-й, 80-й плюс, что-нибудь типа того. Все, отлично, анкила вырубили. Теперь, ребят, ну, 50-го уровня, да, он будет какое-то время у нас приручаться, наверное, часика полтора-два. Собственно говоря, сейчас соберем наркоберри быстренько. Ну, я возьму сейчас животное, соберу, господи. Ну, все подходите, там периодически присматривайте за ним, чтобы он постоянным наркоберри был накормлен, чтобы торпор у него не спадал и будет у нас с вами новая анкила, а седло сделаем, это не проблема. Блин, как же это классно, вот я так смотрю, спускаешься с горы, а там уже целый зоопарк стоит. Представляете, сейчас там еще и база будет какая-нибудь огромная стоять, это будет красиво. Ну, конечно, вот это вот, я уже периодически думаю, действительно, на ПВЕ сервер свалить или еще куда-нибудь, я не знаю, потому что вот это вот нужда строить защищенную базу в ПВП-шном, я не знаю, серваке, то есть у тебя в основном получается какая-то коробка утыканная турельками, но это некрасиво, это не смотрится, это вот нет в этом эстетичности никакой, хотя в принципе вот я видел видео по феодальной, как это феодал называется сервер или что-то типа того, и там у них такие средневековые постройки, такие похожие на замки, да, то есть измененные в каком-то моде каменные структуры, очень прикольно сделанные, вот это мне реально очень сильно понравилось, блин, было бы классно, если бы здесь на серваке тоже что-нибудь такое добавили или сделали бы отдельный сервак, может быть даже я в будущем на своем серваке что-нибудь такое установлю, и так, как я не устаю повторять, охапка, дров и дом готов, мы построили, достроили базу, частично что-то я построил, частично ребята достроили, крышу закрыли, потому что мне нужно было уходить, приручили тирезинозавра, без меня негодяи, но на самом деле молодцы, тут у нас теперь огромное количество птеров, огромное количество животных, ребята просто я не знаю, за сутки приручили, наверное, 20-30 животных, самых разнообразнейших, не было возможности целые сутки играть у меня, это я как уже сказал, более такой информативный выпуск, менее развлекательный, более просто такой обзорный, что у нас сейчас происходит на сервере, более развлекательный выпуск скорее всего будет завтра по выжженным землям, и в будущем мы уже сходим куда-нибудь, поприручаем кого-нибудь с вами, естественно, уже в стандартном моем стиле, мы там найдем, вырубим, приручим, или сходим в какие-нибудь пещеры, или еще что-нибудь, и по поводу перехода в спасатели, у нас уже часть ребят в спасатели перешла, больше туда уже никто переходить не будет, потому что там тоже уже получилось 20 человек, в этом трайбе под 30 человек сейчас, и все новые будут, наверное, создавать новый трайб, это 100%, соответственно, вот такие дела, но понимаете, ребята, то, что невозможно, на сервере может быть только 100 человек играть, да, 120, если не ошибаюсь, максимум, представляете, один трайб, который играет на сервере, сервер должен приносить хоть какие-то деньги администрации, иначе такой сервер просто закроет, если он не приносит деньги, соответственно, скорее всего, в этот трайб у нас все, окончательно набор закрыт, если кто-то хочет, то создавайте новые трайбы, можете вступить к нам в альянс, и да, я, скорее всего, буду переходить из зомби в спасателей, из спасателей в зомби, туда-сюда, если будут какие-то ивенты, я буду всегда выступать на стороне зомби, ну, peace, love and zombie, то есть мы вот этого трайба, соответственно, давайте на этом завершать этот выпуск, то есть, как видите, буквально за один день, за один игровой день, мы полностью переехали, построили довольно-таки большую базу, следующий наш этап это сделать здесь защиту, поставить себе бегемоты и продолжать приручать животных, но я думаю, что уже будущие выпуски будут более развлекательного характера, чем этот, этот был просто такой информативный, sorry за это, если кому-то это не очень понравилось, но если кому-то понравилось, пожалуйста, ставьте лайк, если кто-то там себя увидел в видео, не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить новые выпуски по этой игре, а также другим играм, удачи, друзья, пока, надеюсь, я увижу вас в следующем выпуске.